Ну что, наши ряды редеют, но я так понимаю, да? Сейчас подойдут студенты. Ничего, я думаю, что мы начнем. Я понимаю, что очень сложно воспринимать несколько лекций подряд, лекции сложные. Я постараюсь сделать так, чтобы наш разговор был интерактивным. У меня подготовлена презентация. И постараюсь сделать так, чтобы это наше время прошло быстро. Итак, мы с вами будем говорить о презентации современности. Вообще, что такое история современности? Наш музей называется «Музей современной истории России». Вы все изучаете русский язык. У нас есть такой термин – оксюмарон, старорусский такой термин. Называется парадокс. На самом деле история и современность, казалось бы, парадокс – это слова-антонимы. Тем не менее, это очень популярное словосочетание в последние годы «современная история». И мы можем насчитать несколько десятков стран, в которых существуют музеи современной истории. Понятно, что такие музеи актуальны не для каждой страны мира. Скорее всего, для тех стран, которые в недавнем прошлом пережили какие-то глобальные изменения, такие, например, как Южная Корея, Китай, Бельгия и так далее. Страны Восточной Европы, Германия и, конечно же, Россия. Вообще, что такое современная история? Что это за период? На самом деле ученые об этом спорят до сих пор. Более того, я вам скажу, что у нас есть очень авторитетные институции, российский государственный гуманитарный университет, в котором существует Центр изучения современной истории России, который создан был в начале 2000-х годов. Так вот, когда он создавался, шли серьезные дискуссии в ученой среде. Вообще, стоит ли это создавать? Вообще, существует ли такое понятие, как современная история? Итак, что такое современная история? Ну, наверное, в узком смысле это жизнь сегодняшних поколений. И особенность современной истории в том, что очень много есть живых свидетелей, тех, которые помнят события вот этого исторического периода. В глобальном смысле для каждой страны отчет идет от события, которое повлияло на развитие страны. Для нас, например, для России, это, безусловно, 1917 год. Год, когда произошла Великая русская революция. Когда-то это, когда бытность Советского Союза, мы говорили Великооктябрьская социалистическая революция. Ну, а в научном сообществе, наверное, самым популярной периодизацией является периодизация, которая вот была предложена английским историкам, вы, наверное, о нем слышали. И, безусловно, это Эрик Хоуксбаум. Он ограничил короткий XX век вообще периодом с 1917 по 1991 год. Ну, об особенности современной истории мы уже с вами сказали. И еще одна особенность, очень важная, о которой, кстати говоря, говорили во время своих приветственных выступлений наши уважаемые академики, это то, что современная история, безусловно, политизирована. И вот влияние политики на современную историю и возникновение такого понятия, как политика памяти, это тоже вот такая особенность современной истории. Безусловно, еще одна особенность, вот сегодня об этом говорили здесь, об источниках. Вы, как историки, знаете, что без источника невозможно изучение истории. Так вот, с источниками тоже проблема в современной истории, потому что все больше и больше источников появляется в интернете. Это фактически такая новая, получается, виртуальная реальность, наш интернет. И совершенно спокойно в Твиттере можно себе представить дискуссию между нашим руководителем Роскосмосом и Элоном Маском, например, о космосе, которой больше нигде нет. Или экс-президент Соединенных Штатов тоже до недавнего времени использовал Твиттер для каких-то своих заявлений, которые официально он не делал. Но тоже для нас это, вероятно, источник для изучения современной истории. Итак, возникает вопрос, как представлять современную историю, как ее презентовать. Возникает вопрос, как говорить о нашем недавнем прошлом, чтобы избежать обвинений в политизированности. И здесь ответ нашего музея таков, чтобы максимально объективно отобразить ключевые события современной эпохи, основываясь на проверенных фактах, доступных документах и пытаясь дать посетителям яркий и интересный опыт от посещения экспозиции. Можно следующий слайд? Вот два слова буквально о нашем музее. Идея создания музея возникла в 1917 году. На волне февральской революции и именно в недрах народа власти родилась идея о том, что нужно создать такой музей, где будет рассказана история революционного движения. Открыт для посетителей музея был в 1924 году. Сегодня фондовое собрание музея насчитывает 1,3 миллиона единиц хранения, огромное количество экспонатов, документальных источников, рукописей, огромная библиотека, вещевой фонд и так далее. И вот в Советском Союзе это было самое культовое место среди музеев. Это был музей революции СССР. В 1998 году он был перевинован в Государственный центральный музей современной истории России. Таким образом, мы видим, что хронологические рамки музея – это последние 150 с небольшим лет. Почему именно этот период? Вы знаете, кстати говоря, один человек, дипломат, посол Испании в России с 2012 по 2017 год Хосе Игнасия Карбахаль-Горате говорил своим коллегам по дипломатическому корпусу. Вот если вы хотите понять, как в России понимают свою историю, вам обязательно надо пойти в Музей современной истории России. Почему он так говорил? Ну, наверное, у него были основания, потому что действительно мы постарались, и так это было всегда в музее, как можно… не навязывать каких-то нарративов, а давать как можно больше источников, фактов, свидетельств для того, чтобы посетитель, придя в музей и познакомившись с экспозицией, мог составить собственное впечатление об эпохе. И мы понимаем, что Музей современной истории России обязан быть современным, поэтому мы используем современные мультимедийные технологии, это виртуальный музей и система интерактивных киосков. Их несколько десятков представлено в нашей экспозиции, когда через систему дополненной реальности, через систему хэштегов можно познакомиться с десятками, даже сотнями тем, которые пронизывают вот этот исторический период, который представлен у нас в музее. Почему он начинает с 1861 года? Потому что, ну и все историки, вы знаете, что это год отмены крепостного права в России, это начало, постепенное начало трансформации традиционного сословного общества, время преобразований, реформ, многим из которых не суждено было быть доведенными до конца. Вот. И именно поэтому мы посчитали важным, чтобы вот этот период современной истории, он был представлен у нас обязательно с 1861 года, потому что многие события 20 века, которые случились затем в России, они своими корнями, они как раз относятся к 1861 году. Но, безусловно, коллекции музея были собраны таким образом, чтобы показывать не только историю революционного движения, как это когда-то хотели деятели революции, но и экономическую, политическую, социальную сферу жизни советского и российского общества. Поэтому совершенно неудивительно, что именно в нашем музее в 2016 году была создана постоянная экспозиция по современной истории России с начала перестройки с 1985 года и до наших дней. Сегодня это первый опыт в России музейной презентации новейшего периода российской истории. То есть главная особенность проекта – это сочетание подлинных музейных предметов и современных мультимедийных технологий, о которых я вам сказала. То есть у нас представлены реликвии, связанные с именем первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева и первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Личные вещи защитников Дома правительства. В 1991 году у нас случился кризис и вооруженное столкновение. Это были первые жертвы в новейшей истории. Погибло несколько человек, молодых ребят, которые отстаивали новую Россию. У нас есть артефакты, которые представляют войну в Чечне. Очень трагическая страница нашей новейшей истории. И многие другие вещи и документы. И вот я сказала, что нескольких из десятков интерактивных мультимедийных киосков, думайте, столько более 10 тысяч различных документов. В обычной экспозиции, в обычном музее, даже мемориальном, трудно себе представить площадь, на которой можно разместить такое количество предметов. А когда мы используем мультимедийные технологии, это не только возможно, но и можно еще рассмотреть каждый документ и прочитать его, что важно в режиме расширения. Итак, для интерпретации одного из самых сложных периодов в нашей стране, то есть с 1885 года и до начала 2000-х, мы использовали такой прием, как лабиринт. Почему лабиринт? То есть зал в форме лабиринта выстроен у нас. Почему лабиринт? Потому что страна находилась в поиске своего пути, потому что в стране началась в 1885 году перестройка, потому что весь мир узнал такие словосочетания, как новое мышление, перестройка, гласность. Михаил Горбачев. Вот поднимите руку, Михаил Горбачев, вам же говорит о чем-то эта фамилия? Рук мало, как-то мы думали. Рук мало. На самом деле это по опросам очень популярный и известный, скажем так, был политик, руководитель нашей страны. Ну вот, наверное, ваши родители его знают точно лучше. И вообще популярен он на Западе, был больше, чем у нас в стране. Потому что действительно, с одной стороны, это человек, который прекратил гонку вооружения, он заявил о новом политическом мышлении, о разрядке. Он начал систему демократических, выстраивать систему демократических преобразований в стране. У нас появилось такое понятие, как гласность. У нас даже была, она и сейчас есть газета одна, называется «Аргументы и факты», которая вошла тогда в книгу рекордов Гиннесса, люди все стали читать газеты, у нее был тираж 33,5 миллиона. Представляете, 33,5 миллиона. Вот. Но при этом, при этом, сейчас мало кто об этом говорит. Да, и на Западе приветствовали, естественно, приветствовали Горбачева, приветствовали его преобразования. Но сейчас мало кто об этом говорит, но в западной историографии существует такой термин, как демократический транзит, под которым подразумевается особенность политики как раз администрации Рейгана, которая во время Горбачева соответственно была у власти в Соединенных Штатах. Так вот, именно когда Запад и Соединенные Штаты приветствовали преобразования, которые проходили в Советском Союзе, одновременно они начали проводить курс на отказ от мирного сосуществования социалистическим миром и направленный на изменение политической системы СССР. Вот такой вот, казалось бы, такой пример двойного стандарта. То есть, а фактически его развала. Да, то есть, благодаря тактике экономического удушения. Мало кто помнит, но в 86-м году в результате сговора, вот Денис Валерьевич правильно сказал, что нефть – это проклятие России. Вот действительно, вот в 86-м году в результате переговоров со странами-экспортерами нефти США удалось добиться снижение мировых цен на нефть с 30 до 12 долларов за баррель. Что это тогда означало для Советского Союза? Это означало резкое снижение валютных доходов, и, безусловно, это сыграло немаловажную роль и в нехватке средств на закупку продовольствия, многих других товаров, потому что мы тогда Советский Союз очень много чего закупал за рубежом, в том числе пшеницу, хлеб. И это тоже сыграло свою роль, определенную в развале СССР. Так вот, что же это было? Мы тогда создавали экспозицию, мы думали, как нам рассказать посетителю, это что было, вот те перестройка и вообще те годы, и распад Советского Союза? Это была глобальная геополитическая катастрофа или это был прорыв к свободе? И вы знаете, мы сознательно, наверное, не отвечаем однозначно на этот вопрос, как я уже говорила ранее, мы, предоставляя факты, документы, вещи какие-то, мы предлагаем посетителям самим подумать и найти ответ на этот вопрос, потому что одновременно с разрядкой, одновременно с демократическими преобразованиями, с тем, что в России, в Советском Союзе тогда появилась свобода слова, действительно жить стало свободней, но намного сложнее. Впервые появились дефициты, дефицит продуктов и предметов первой необходимости. пришлось сводить и карточную систему и так далее, и тому подобное. Одновременно нарастала оппозиция уже действующему президенту Советского Союза Горбачеву, является такой лидер, как Борис Николаевич Ельцин, ставший последствий первым президентом Российской Федерации, который в 1991 году провозглашает, делает все для того, чтобы была принята декларация о независимости Российской Федерации и о праве Российской Федерации на выход из Советского Союза. То есть вот, а затем, затем начинаются неизбежные центробежные явления. И несмотря на то, что в Советском Союзе состоялся референдум, правда не все республики приняли в нем участие, референдум состоялся и большинство республик в нем приняли участие и проголосовали за сохранение Советского Союза. Тем не менее, мы знаем, что в сентябре 1991 года состоялось подписание Беловежского соглашения, когда три республики – Россия, Беларусь и Украина – подписали соглашение. Таким образом, Советский Союз тогда перестал существовать. И вот, когда я показывала вам вещи защитников как раз Дома правительства 1991 года, это стало следствием как раз попыткой противостоять вот этим явлениям. Был создан тогда Государственный комитет по чрезвычайной ситуации, который попытался тогда, видя вот эти центробежные силы, видя, к чему идет дело, силовым способом удержать, сохранить Советский Союз, но на самом деле только усилил вот эти вот центробежные явления, потому что, конечно же, время было совершенно другое, и люди хотели демократических преобразований, и, естественно, никто не хотел поступиться демократическими принципами, и никто, конечно же, не хотел принимать силовые попытки решения проблем сохранения государства. Ну, знаете, вот посмотрите на этот, на плакат «Солдаты не стреляйте в своих братьев». Вот это настоящий экспонат, который тогда использовался защитниками Дома правительства, да, людьми, которые пытались остановить танки. Тогда в Москву в 1991 году вошли танки, да, которые туда направил ДХЧП. Ну, а дальше все развивалось с такой, знаете, очень стремительно. Дальше события развивались очень стремительно, и мы это у себя тоже показываем. Дальше Борис Николаевич Ельцин сказал о том, что «берите суверенитета, сколько вы только сможете проглотить». Тоже такая была знаменитая фраза. И в какой-то момент, на самом деле, уже перед Россией стоял всерьез, стоял вопрос о сохранении своей государственности. Это были очень сложные уже 15 лет. А с 1991 года до декабря 2000 года это все еще и усугублялось тем, что мы столкнулись, Россия столкнулась с терроризмом, с сепаратизмом, с необходимостью защищать свою государственность в Чечне. Пролилась кровь мирных жителей, детей. Мы очень хорошо помним и сегодня даже и Беденовск, и Беслан, вот эти вот города, которые связаны с терроризмом, с кровью детей. И понятно, что страна нуждалась в серьезных изменениях, в укреплении государственности, в прекращении сепаратизма. И вот посмотрите, как мы решили показать людям, ведь мы же все сейчас визуалы, мы воспринимаем визуальную информацию. Как нам было решить вопрос о том, как завлечь, особенно молодого посетителя, темой новейшей истории, темой, что произошло в его стране совсем недавно. Молодой человек приходит, он об этом ничего не знает, что это такое было. И вот мы решили, что вход в этот лабиринт должен предвосхищать, быть такой прелюдией, небольшой фильм. Буквально пять минут, в которые мы постарались уместить все, что произошло в стране за 15 лет. Вот сейчас его как раз можно показать. Его включили случайно, когда было мое приветствие. Вот посмотрите. Сегодня у нас только один путь. Углубить и сделать необратимую революционную перестройку надо разворачивать в демократию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С образованием Содружества независимых государств Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня, в последний день уходящего века И я ухожу под ставку С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои! Субтитры создавал DimaTorzok Новая политика, те вызовы, с которыми столкнулся наш лидер национальный В начале XXI века, но это были очень тяжелые вызовы и серьезное наследие 90-х годов. Средний класс создать не удалось, была предпринята попытка провести ваучерную приватизацию. Ну вот я, например, как и, наверное, многие мои коллеги в свое время тоже получили этот ваучер, все это сгорело в каких-то фондах и не получилось создать класс среднего собственника. Очень много было, безусловно, серьезных просчетов. И вот все это пришлось решать нашему лидеру, президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину. Но, начиная с 2000-х годов, это уже другая Россия. Россия, которая восстановила свою государственность, которая прекратила сепаратистские тенденции. Россия, которая знает, как она себя должна позиционировать в мире. Россия, которая понимает, что для того, чтобы быть сильной страной, нужно развивать собственную науку, собственное производство, собственные технологии и прекратить закупать хлеб за границей. Кстати говоря, впервые в новейшей истории мы начали сами экспортировать зерно за рубеж. И мы, опять же, все время думаем, как нам заинтересовать посетителя. И вот мы придумали, что у нас будет на службе новый экскурсовод-робот. Это робот последнего поколения, которого произвела компания Промобот. Это резидент Сколково. Слышали, наверное, у нас есть такой пластер Сколково, где дают возможность, где стартапы имеют очень многие компании, которые затем развиваются в большие, серьезные предприятия. Одна из которых, кстати говоря, вот как раз эта компания Промобот. И этих роботов у нас даже Соединенные Штаты Америки покупают. Так вот, представьте себе, как быстро вообще развиваются технологии. Несколько лет назад это был робот последнего поколения. Буквально год назад нам пришлось его опять переформатировать, купить к нему новые начинки. Потому что так стремительно сейчас в России развиваются IT-технологии. Это робот, который ходит по экспозиции, как раз посвященный в зале, где представлены новые проекты России, новые разработки. И рассказывает о них. Кроме того, с ним нужно побеседовать. Он запоминает лица. Если человек второй раз пришел в музей, он уже с ним может пообщаться, потому что этот робот его узнает. То есть, таким образом, вот мы нашли такую форму, как рассказать о том, что сегодня происходит в России, как развивается наша страна сегодня с помощью, опять же, робота, который одновременно и экскурсовод, и экспонат. Называется, как хотите, так и понимаете. Ну, естественно, мы рассказываем обо всем, что происходит в последнее время. Потому что девиз наш, что сегодня событие, завтра история. И вот, казалось бы, 2014 год был совсем недавно, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, Севастополь, но прошло уже 7 лет. И у нас хранятся экспонаты того времени, притом передавали их в музей сами крымчане. У нас, например, в экспозиции, кстати, вот буквально завтра, 18 марта, это 7 лет вот этому знаменательному событию, событию, одному из ключевых событий, безусловно, 21 века. И у нас хранится флаг, российский флаг, который привез нам в музей водитель знаменитого автобуса, на котором передвигалось народное ополчение. То есть, понимаете, человек и написал там с любовью, значит, автобус, вот автобус из Крыма. Это российский флаг, он такой немножечко, знаете, опаленный дымом, немножко где-то порванный. Но это очень ценный для нас экспонат. И самое главное, что люди, крымчане, вот они понимали, что это действительно историческое событие, и это важно, и это важно сохранить для истории. Для нас это очень и очень ценно. Безусловно, опять же, для того, чтобы рассказать людям о том, что такое Россия, мы создали такой интерактивный продукт, следующий слайд, вот такая карта, интерактивная карта России. Поэтому даже школи, учителя географии очень любят проводить у нас уроки географии. Там 16 информационных слоев. Каждый рассказывает о какой-то одной из составляющих, что такое представляет из себя Россия. Это и рассказ о народах и национальностях, рассказ обо всех объектах ЮНЕСКО, которые существуют на территории Российской Федерации, обо всех полезных ископаемых и где они находятся. Вот вы видите эти все слои. То есть человек приходит, он может работать как группой, так и индивидуально в этих компьютерах и получить для себя максимальную информацию о том, что из себя представляет Российская Федерация. Это все мы перевели на английский язык, поэтому иностранцы тоже периодически зависают в этом зале и работают, очень любят работать с этой картой. Естественно, мы рассказываем. В ней есть уже слой, посвященный чемпионату мира по футболу, рассказ о тех городах, где он проходил, потому что это тоже уже история. То есть время сейчас спрессовано и развивается, безусловно, очень стремительно. И учитывая, что люди не помнят, что было 10-20 лет назад, это как раз такая хорошая возможность напомнить им о своей недавней истории. И, вы знаете, мы тоже иногда сталкиваемся с таким беспамятством, которое нас иногда буквально обескураживает. Ну, я уж не говорю о том, что периодически наш музей путают с музеем современного искусства. Это вот к тому, о чем я вначале говорила, что современная история – очень такой термин, еще не совсем привычный. Но у нас временами, особенно молодое поколение, не всегда знает, кто такой Ельцин или Горбачев. Поэтому я своим коллегам говорю, что мы с вами без работы не останемся. Мы все время должны напоминать о том, что было в нашем недавнем прошлом. Для чего это нужно? Для того, чтобы не идеализировать какие-то годы, которые нам могут показаться, на первый взгляд, такими годами неограниченной свободы, демократии и так далее. Потому что всегда есть какие-то факты и обратная сторона медали. Вот то, что я вам попыталась донести. Поэтому это наша самая сложная задача – рассказать объективно о нашем недавнем прошлом и при этом не забыть о том, что происходит вокруг нас буквально сегодня. И я думаю, что наши исторические школы, которые мы запустили, это тоже через какое-то время будет частью, неотъемлемой частью современной истории России. Потому что международных исторических школ в России еще не было. Ирина Яковлевна, пожалуйста, вопросы есть у аудитории? Может быть, еще у кого-то есть вопросы? Да, вот там вот девушка. Да, 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 сейчас подойдем. Ирина Яковлевна, спасибо большое за интересную лекцию. Я надеюсь, что всем было очень интересно слушать. У меня вопрос такой. Сегодня годовщина очень знаменательного события и показательного события. Может быть, из молодежи мало кто знает, но 17 марта 1991 года был проведен всесоюзный референдум о вопросе сохранения Советского Союза. Так вот, если я не ошибаюсь, все-таки 80% или даже больше проголосовал за сохранение Советского Союза. Вот мой вопрос. Ваши музейные экспозиции, вот это вот событие, оно нашло какое-то отражение, так скажем? Может быть, есть какие-то документы, фотографии. Ведь, кстати, если может кто не знает, 23 февраля 1991 года был митинг в Москве о проведении вот этого референдума. Спасибо большое за ответ заранее и за внимание. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но если вы обратили внимание, не то, что есть, конечно, есть. И более того, я на это обратила внимание, что несмотря на волеизъявления, подавляющее большинство республик, они же высказались, граждане этих республик, за сохранение Советского Союза. И это даже показано в нашем ролике, да, пятиминутном, который как раз предваряет экспозицию вот этого лабиринта, когда страна находилась на распутье, безусловно, потому что это очень важный такой факт, о котором ни в коем случае не стоит забывать. У нас есть и бюллетени, они представлены как в мультимедийном комплексе, так и в витринах. Вообще мы это называем, нашу экспозицию мы называем трехуровневая. Почему? Потому что это визуальный ряд, это киоск, и это еще и документ. Своеобразное 3D такое, если это можно так применить. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы? Корене Яковлевне? Да, вот там вот есть вопрос. Так, есть вопрос. Большое спасибо за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, если я правильно понял, у вас представлена история современности, начиная с, ну, примерно с перестройки и распада Советского Союза. Если я правильно понимаю, история вашего музея охватывает период где-то с перестройки и до современности. Скажите, пожалуйста, а, скажем так, страны постсоветского пространства у вас в музее представлена? Их история? Вот, бывшие страны Советского Союза. Смотрите, если вы внимательно слушали, в нашем музее представлены последние 150 с небольшим лет российской истории. Мы Россию в данном случае рассматриваем как правоприемницу Советского Союза. Поэтому наша экспозиция начинается в 1861 году, когда в России было отменено крепостное право. Я сказала, почему именно с этого периода начинается. А это период новейшей истории. Как раз вот один из периодов, который выделяют историки в узком смысле этого слова, когда мы говорим о жизни нынешних поколений. То есть вот это как часть современной истории, этот период у нас представлен с 1985 года, со времени перестройки и распада СССР и до наших дней, буквально до последних дней. Мы идем вслед за уходящим годом. Наша экспозиция сегодня идет вслед за уходящим годом. Закончился год, мы уже представили экспонаты. Так, например, у нас уже есть экспонаты, связанные, например, с пандемией коронавируса, с созданием нашей вакцины, с работой наших врачей. Что касается жизни на постсоветском пространстве и о жизни республик бывшего Советского Союза, ну, конечно, мы об этом рассказываем лишь в международной деятельности, когда мы говорим о международной деятельности Российской Федерации, о международном сотрудничестве. И там, конечно, конечно, там и обо всех саммитах мы рассказываем, о встречах в верхах и так далее, о принятых решениях. Только в таком контексте. Спасибо большое. Вопросов больше нет. Сейчас мы завершаем лекцию. Десять минут у нас будет перерыв. Спасибо огромное, Ирина Яковлевна. Спасибо. После этого приходите все сюда, и будет продолжение лекции. Продолжение следует...